Здравствуйте! В эфире новости. Расставим вместе акценты середины этой рабочей недели. Сегодня в выпуске. Услышать мнение каждого. Считаю, что именно с тундровым населением необходимо быть в постоянном диалоге. Глава Тазовского района Виктор Югай посетил стойбище оленеводов Евайсалинской тундры. Упор на развитие шести компетенций. У нас на высоком уровне в этом году развита читательская грамотность. Педагоги дошкольного образования обсудили лучшие практики для формирования функциональной грамотности у малышей. Узнать о человеке больше через сборники песен и компакт-диски. Для меня большая честь, что такое событие происходит со мной. И я с удовольствием хотела бы передать свои документы для своей малой родины. Тазовский архив пополнился документами личного происхождения заслуженного работника культуры Ямала Анжелики Кульмаметовой. Помочь каждому. Глава Тазовского района Виктор Югай посетил стойбище тундровиков, которые кочуют на территории Евайсалинской тундры. Обсудили вопросы волнующие оленеводов, напомнили о мерах социальной поддержки и возможностях перехода на новую форму хозяйствования – крестьянско-фермерскую. Подробности у моей коллеги Юлии Гурьяновой. Евайсалинская тундра – одна из самых отдаленных территорий Тазовского района. Здесь в пределах 10-15 километров от Салмановского месторождения кослают сейчас около десятка семей. Первую остановку – вертолет, на борту которого глава муниципалитета Виктор Югай, представители ассоциации «Ямалпотомком» и специалисты управления по делам КМНС и АПК делают у небольшого стоябище. Здесь проживают всего две семьи. В стадии Тимофея Салендера около 300 оленей. Говорит, летом перемещаются примерно на 2-3 километра, зимой в основном стоят на одном месте. В обеспечении продуктами помогают соседи – газовики предприятия «Арктик-СПГ-2». Хлеб, мука и сухофрукты. Одна из задач сегодняшнего визита – напомнить тундровикам о мерах поддержки. Таких, к примеру, как предоставление материальных средств в рамках регионального стандарта. Это и брезент, и сукно, а еще доски, генераторы, электростанции. В списке – 17 позиций. Помимо этого, специалисты профильного ведомства осуществляют перенастройку спутниковых телефонов для вызова экстренных служб. Сейчас, где мы находимся, это тундра очень далеко находится, точка. И здесь вот два телефона действительно надо было перенастроить. И в последующие, в которые точки мы полетим, там также имеются телефоны, которые тоже необходимо перенастроить. Еще одна остановка в стойбище 7-й бригады совхоза «Антипуэтинский». Здесь и упасаются больше тысячи животных. По словам бригадира, на этой территории кослать оленеводы будут до ноября. С началом убойной кампании отправятся ближе к «Антипуэте». В этом году планируют сдать около 200 голов. Разговор заходит о переходе на другую форму хозяйствования – крестьянско-фермерскую. «Что сегодня вам совхоз дали? Кроме заработной платы? Пенсионного обеспечения? Соцстрах? Что дают еще?» «Надо пудеть, ничего». «Ну так вот, все то же самое, вы работаете на себя, социальное обеспечение – то же самое, пенсионное – то же самое, соцстрах – то же самое. Но вы работаете на себя и решения принимаете сами». «Вышел, но не знаю, как пойдет. Это надо увидеть самому. Поработаем, посмотрим, как дальше будет». «С населением проговорили. Есть вопросы, связанные с экологической безопасностью, в том числе с дополнительным обеспечением их какими-то материальными ресурсами, продуктами питания. С компанией «Арктик СПГ-2» есть договоренности, есть совместные решения и мероприятия, которые реализуются для снятия всех этих вопросов, которые возникают у людей. «Считаю, что именно с контрольным населением необходимо быть в постоянном диалоге, для того, чтобы у нас никогда не возникало вопросов, связанных с недопониманием каких-то процессов». Всего в районе Салмановского месторождения проживает порядка 40 семей. Вопросы социальной поддержки кочевников обсудили также во время встречи главы Тазовского района с руководством компании «Арктик СПГ-2». Юлия Гурьянова, Максим Ипишин, Студия «Факт». Объединить ресурсы и практики. Педагоги дошкольных учреждений Тазовского встретились на тематической сессии, посвященной формированию предпосылок функциональной грамотности у воспитанников детских садов. Сегодня специалисты рассматривают методики обучения малышей, которые смогут подготовить их к школе более качественно. Цифры, буквы, наука и даже финансовая грамотность – подробнее о больших планах для самых маленьких. Материал программы. Функциональная грамотность простыми словами – это умение применять знания и навыки, полученные в образовательном учреждении в обычной жизни. Формирование способностей – важная задача на каждом этапе, уверены специалисты. На этой встрече особый акцент делается на детях дошкольного возраста. Ведь чем быстрее будет сформирована функциональная грамотность, тем комфортнее будет проходить переход на новый этап. Сейчас существует ряд и региональных, и федеральных срезов, так называемых мониторингов по выявлению уровня функциональной грамотности уже обучающихся общеобразовательных школ. И в связи с прошедшей аналитикой по всем этим процедурам мы пришли к выводу, что мы получили региональный срез, федеральную статистику. Мы поняли для себя, какие у нас что западает, где западают, какие проблемные зоны у нас имеются. У нас на высоком уровне в этом году развита читательская грамотность. У нас читательская грамотность, естественно математическая, западает у нас, ну не сильно, но не на низком уровне, а на среднем уровне у нас математическая грамотность и глобальная компетенция. Вот, хотим вот на этот сделать упор, но все-таки какую-то развивать компетенцию, какую-то оставить в стороне не получится. Функциональная грамотность – это совокупность вот именно всех направлений. Всего специалисты называют шесть сфер, которые влияют на формирование способностей. Среди них, помимо глобальных компетенций, читательской, математической грамотности, есть финансовое и естественно научное, плюс креативное мышление. В детских садах Тазовского района с детьми уже работают в этом направлении. Чаще всего уроки представляют игровые занятия, театральные постановки, мастер-классы, спортивные соревнования. Сегодня педагоги обмениваются опытом и делятся своими практиками. Это один из главных действенных методов формирования посылок читательской программности является организация детализованной деятельности школьников. Детализованные игры всегда радуют детей, пользуются у них большой любовью, где дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Также на встрече педагоги обсудили вопросы сотрудничества с Домом детского творчества. Специально для этого направления они подготовили несколько новых форматов, которые помогут качественнее взаимодействовать с детьми. Это проведение как ежеквартальных мастер-классов по функциональной грамотности, так и краткосрочную программу мультиграмотность. В рамках этой программы мы затронем такие темы, как развитие критического мышления, технологического, финансовая грамотность, креативное мышление и так далее. Но и также в этом году Тазовский районный дом творчества вошел в число тех организаций, которые будут реализовывать проект технопредки. То есть этот проект направлен на уменьшение разрыва цифровой грамотности между родителями и их детьми. Формат взаимодействия еще будет обсуждаться и дорабатываться, добавляют специалисты в планах у департамента образования создать виртуальный банк лучших идей, методов и технологий по формированию функциональной грамотности у дошколят, которым смогут пользоваться все воспитатели. Екатерина Фомичева, Денис Михайлов, Студия Факт. На этой неделе состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и зампреда правительства России Александра Новака. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, а также поговорили о подготовке к празднованию 50-летия газовой столицы. Отметим, что Александр Новак возглавляет оргкомитет по подготовке торжественного мероприятия. Дмитрий Артюхов подробно рассказал о темпах подготовки к полувековому юбилею Нового Уренгоя, возведенных объектах и планах по строительству на ближайшее время. Губернатор округа выделил обновленный терминал аэропорта. Очень красивый, современный. Что важно, мы подчеркиваем, без копейки бюджетных денег все чисто средства инвестора. И у нас такая наша гордость. В четыре раза увеличили общую площадь. Было четыре стойки регистрации, стало 12. Продолжение темы губернатор Ямала рассказал о совместной работе с ключевым партнером компании «Газпром». В рамках сотрудничества ведется работа над соцобъектами. Двумя школами, культурным центром, пешеходной галереей, новым больничным корпусом. Часть из них на финишной прямой. Также на встрече обсуждались вопросы до газификации. В эту программу на Ямале в 2022 вошли 769 домов в 12 населенных пунктах округа. Этот объем выполнен на 100%. Газ доведен до границ участков. Договоры заключили 347 собственников. Это половина от газифицированных в прошлом году домов. Еще 196 из них уже получают голубое топливо. Обсудили перспективы социально-экономического развития Ямала. Те проекты, которые уже реализуются на территории, и в том числе это проект Ямала, СПГ, Арктик, СПГ-2. Новые проекты по развитию нефтегазового комплекса и топливно-энергетического комплекса. Вопросы газификации мы обсудили очень подробно. В Сейхе построили дом для тундровиков. Трехэтажное здание на 38 квартир предназначено для проживания отдельных категорий коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Это инвалиды, ветераны Ямала, граждане старше 60 лет. Мера поддержки дает возможность улучшить жилищные условия северянам, ожидающим очереди на получение жилья по окружной программе для представителей КМНС. Несколько квартир получат дети-сироты. Квартиры рассчитаны для проживания одного или двух человек, супружеской пары, гражданина с опекуном. В новом жилье созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Жилье в доме оленеводов будет предоставляться на условиях договора безвозмездного пользования. Решение о нуждаемости принимают органы местного самоуправления. Дань уважения первопроходцам на русском месторождении состоялось открытие памятной стелы. Она станет ярким символом больших открытий прошлого и ежедневного труда нефтяников. Кстати, в композицию заложено несколько важных смыслов о них и ярких моментах праздничного мероприятия в материале программы. Эта стелла – символ памяти. Она посвящена первопроходцам русского месторождения. Юбилейная стелла состоит из нескольких элементов – чум, традиционное жилище коренных жителей Ямала, фонтанной арматуры, елки и подсветки в стиле северного сияния. Фонтанная арматура снята с ликвидированной поисково-разведочной скважины, восстановлена и окрашена. Это совместный труд всех тех людей, которые сегодня здесь присутствуют, совместная реализация в память о тех людях, которые были первопроходцами, в память, чтобы уковечить те подвиги, которые были здесь сделаны, трудовые, для открытия столь уникальной нефти, которая на самом деле уникальная и в пределах России. Инициаторами создания архитектурной композиции выступили вактовые работники промысла. Нефтяники активно участвовали в разработке, собирали идеи на протяжении пяти месяцев 2022-го. Всего было представлено более 40 макетов будущего памятного знака. Лучший вариант, который уже воплощен – это собирательный образ нескольких проектов. Для меня сегодня огромная честь принимать участие в открытии юбилейной стеллы, которая посвящена первопроходцам. Я от всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой. Конечно же, здоровья вам и благополучия. В самый торжественный момент генеральный директор Тюмень-Нефтегаза Андрей Проваторов и глава Тазовского района Виктор Югай перерезают красную ленточку. В завершении церемонии открытия – общее фото. Кстати, нефтяники уверены, что это место станет отличной локацией для фото и днем, и ночью. Ведь после заката здесь будет включаться подсветка, стилизованное подсеверное сияние. Екатерина Фомичева, Денис Михайлов, Студия «Факт». С пометкой «На вечное хранение» в год педагога и наставника Тазовский архив пополнился наградами, фотографиями и документами личного происхождения. Все они принадлежат заслуженному работнику культуры Ямала и обладательнице прекрасного голоса Анжелике Кульмаметовой. Тему продолжит моя коллега Анастасия Голанова. Страницы творческой жизни, афиши, сборники песен и мальских авторов, грамоты, фотографии и диски. Все, что лежит на этом столе, через несколько минут станет маленькой частью большой истории Тазовского района. И для меня, конечно, это очень дорого, ценно. И я вот с удовольствием передаю такой журнал. То есть, этот председатель российский, герой-космонавт. То есть, мы каждый год встречались, общались. Это были незабываемые годы. И здесь где-то в альбоме есть тоже я. Тазовский у Анжелики Кульмаметовой в сердце навсегда. Она здесь родилась, а уже позже стала выпускницей Российской академии музыки имени Гнесиных и исполнительницей хитов современных композиторов. Сегодня для неё важный и ответственный момент. Она передаёт часть своей жизни, своей биографии в районный архив. Подписание договора о передаче документов на хранение в муниципальную собственность – обязательная в таких случаях процедура. Для меня большая честь, что такое событие происходит со мной. И я с удовольствием хотела бы передать свои документы для своей малой родины. И надеюсь, может быть, для кого-то станет это толчком к какому-то новому творческому, может быть, развитию. И кто-то, может быть, захочет повторить мою судьбу. И поэтому, ну вообще, это очень интересно и неожиданно для меня. Когда мне предложили это, я, в общем, сразу согласилась, потому что я считаю, что это, ну, во-первых, это почётно, а во-вторых, это вообще здорово, когда твои документы хранятся и в надёжных руках находятся. Поэтому, ну, как-то меня чувство переполняет. Сегодня она такая у нас впервые, полная, масштабная. И земля Тазовская очень богата людьми, которые связаны с культурой. У нас есть и поэты, и есть замечательные художники. Я надеюсь, что вот такой пример Анжелики, он послужит в дальнейшем для кого-то вот таким толчком, что, пересмотрев свои семейные архивы, к чему мы всегда призываем наших и жителей Тазовского района, и гостей, которые также связаны с районом, передавайте документы, не бойтесь этого, потому как у нас они хранятся, у нас условия все соблюдены. Они затем используются для различных публикаций, для встреч. Они вот не пылятся у вас в шкафах и не будут никогда утеряны. И всегда граждане могут к нам прийти. Вот договор, который мы сегодня подписывали, там как раз есть эта информация о том, что гражданин может, он имеет право забрать свои документы на время, навсегда. Архивный фонд работников просвещения, здравоохранения и культуры активно пополняется документами личного происхождения каждый год. Как говорят специалисты, их значимость неоценима. Для Анжелики Кульмаметов мы открываем отдельный фонд, который будет пополняться еще, потому как это еще не полный состав документов, это только такая начальная наша работа. И очень здорово, что мы сможем в дальнейшем проводить мероприятия, которые будут уже связаны именно с отраслью культуры, а культура в Тазовском районе очень яркая, очень насыщенная. Немалый интерес для района представляют документы тазовских земляков. Личные архивы содержат массу любопытных сведений, с чем, несомненно, интересно познакомиться. Я думаю, что это значимое событие для Тазовского, потому что она коренная тазовчанка, она известный человек. И мне даже как педагогу очень было бы интересно ознакомиться с этими документами, прикоснуться, так сказать, к ее детищу, творчеству, опыту, так как мы являемся и она народница, и я народница. Мне было бы очень интересно посмотреть. Я обязательно воспользуюсь таким моментом. Личный архив деятеля искусств займет достойное место в коллекции фондов личного происхождения. В завершение мероприятия специалисты архива подарили Анжелике Кульмаметовой три книги. Это справочник по фондам Тазовского муниципального архива «Женщины Тасуява» и «Под семью небесами». Анастасия Голанова, Денис Михайлов, Студия Факт. Это была последняя новость выпуска. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok